Всем привет, с вами Коми Хо. Да, наконец-то, как по названию видео уже догадались, сегодня будет рум-тур моего дома. Погнали! Находится вот здесь, вот он, прямо, прямо по центру. Вот так выглядит мое село. Вот тот большое оранжевое здание, это Кашевон, это общежитие. Вот, а вот и мой дом. Сейчас мы с вами направимся в Кашевон и посмотрим из Кашевона, как выглядит мой дом. Мы приехали в Кашевон, и сейчас поднимемся на пятый этаж, а потом пешком на шестой. Ура, мы на крыше. Тут очень круто. Видно почти все село. Да, почти. Еще есть еще выше. Нужно забраться вон туда, и можно увидеть город ближайший, и там есть ближайшее метро. Итак, вот так выглядит мое село. Вон тот мой дом первый. Это новостройки, они были два года назад построены очень быстро. В той стороне, туда еще дальше, находится моя работа. Вот тут-то внизу парковка. Там магазин круглосуточный, школа младшая. Тут есть очень много всего. Надо просто обойти. Я вот обошла. Вот здесь есть центральная улица, сейчас ее будет видно. Вот, машины где стоят. Вон там вон остановка. Оттуда часто ездил город и всего. Да, даже отсюда вот виден город. Там очень большие дома. Вот. Сейчас я подниму выше, покажу получше. Теперь я хочу подняться на вот эту штуку. Да, вот сюда. Погнали. Одной рукой вообще никак. Трем. Опасно. Не повторяйте так. Окей. Никогда не повторяйте так. Окей, я забралась. Ну, фу, я устала. Попойдем. Очень красиво. Главная дорога сейчас в пробке. Это просто ужас какой-то. Оно всегда так. О, автобус. Этот автобус, кстати, идет всего восьмидесячных. А вот центральная улица и перекресток. Вот на этой перекрестке светофоры горят всегда оранжевым. Поэтому никто не знает, как, куда может проехать. Вот образовали пробку. Встали и не могут повернуть. Не могут уступить друг другу, поэтому они стоят. Молодцы. Вроде движение пошло. Ладно. Это фигня. Да, вот город. Отсюда видно намного лучше. Очень красиво. Дождик идет. Поэтому так пасмурно. Да, вот там на востоке. Очень высокие дома здесь. Дома растут ввысь, как грибы. Да, их очень много. И они дорогие. Да, вот так выглядит мое село. Оно не такое же большое. Тут все близко. Самый главный перекресток в селе. Вокруг горы. Зелень. Весна. Хотя уже почти лето, потому что жарко. Хоть и май. А уже было 28 градусов. Вот так вот это все выглядит. Птички полетели. Ви-и-и. Кстати, дождик идет. Да. Вот так. Надо валить. Валить домой, показывать рум-тур наконец-таки. Вот я вам показала свое село. Тут вокруг одни заводы. Горы. Так, кстати, там отделки еще есть. Вот. Дома. И... Ну и сенький пив. Хоть и коронавирус, но у нас тут было не строго. Да, кстати, с той стороны горы очень еще красивее и больше. Вот я в ту сторону ездию на море. 20-25 километров. Очень круто так. Кстати, еще с той стороны есть полуостров. Я покажу скриншот. Да. Остров Ганхвагон. С той стороны есть полуостров, на котором можно увидеть Северную Корею. Прям просто посмотреть в бинокль. Даже невооруженным глазом видно через реку. Вот. И как-нибудь я туда съездю и покажу вам, я там сама не была. Поэтому мне тоже интересно посмотреть на Северную Корею. Хоть из бинокля и издалека. Но мой батя где-то там работал, фоткал. Чисто нельзя было фоткать, но он все равно фоткал. И там круто, да. Такая же земля. Наверное, такие же люди, как и все мы. Они живут, но у них очень строгие правила, законы. Да. Страшно там. Что ж, пора отправляться в рум-дур. Моя рука до сих пор трясется, потому что я сегодня очень устала на работе. Вот. Поэтому не будем тянуть. Поехали. Конечно же, как не сделать фотки, когда я на крыше пашевой. На днях нам Джун выкладывал фото вот таких цветочков. И я их опять вижу. Но я их видела по дороге. А теперь я увидела у себя их в селе. Очень красивые. Вот. Я приехала к своему подъезду. У нас тут там вводится пароль, а потом открывается дверь. Ой. Да, вот так открывается. И нужно зайти. Стоп, стоп. Парковать свою машинку. Я ее паркую всегда в доме. Сейчас покажу. Вот так выглядит дверь. Есть фотофон. И вот тут пароль. Вот она открывается. Будет повыглядеть. Итак, начнем. Вот это входная дверь. Здесь висит календарь. Приход. Итак, тут пароль. Стоит мой гидроскутер, за которым я ездил на работу. Дальше. Зеркало. Зеркало. Такое длинное. Здесь есть всегда лампа, которая сама включается. Шкаф. В котором лежит обувь. Раз, два, три, четыре. Пять полок занимает обувь. Здесь что-то, что-то. А там батяные вещи. Да, потому что у него нет шкафов. Итак, порожек. Всегда есть порожек в каждой квартире в Корее. Как мы заходим, сразу вот такой обзор нам видится. Кондиционер, который необходим летом, потому что здесь ужасная жара. Вот. Включим свет. Вот такая вешалка, на которой вешаются вещи. Пылесос. Всякие розетки. Кровать. Это кровать из пейн-батя. Да. О, меня тут видать крутик. Это столик, на котором мы едим. Отлично. Кровать, стол, тумба, на которой очень много рамена. Всякой-всячины. Вот здесь еще одна тумба. О, арбуз, арбуз. Надо его съесть. Да, это тумба. Внизу стоит телевизор. Wi-Fi. Приключатель в канал, или как она называется. Аптечка. Вот так вот выглядит корейский пульт, если вам интересно. Обычный пульт. Да. Дальше идет кухня. Это как бы зал с кухней вместе. Рядом стоит холодильник, который был в квартире. Шкафчики. Не буду показывать, что там внутри. Просто шкафчики. А, да, кстати, тут повесила штучки такие, куда можно вешать ключи. Лопатку или вот в какалку. Это кухня. Здесь есть две госплиты. Одна маленькая, другая большая. Вытяжка. Очень удобно. С подсветкой. Там вытяжка. Здесь шкафы. Все-таки открою и покажу, что там. Посуда. Стаканы. Все необходимое для еды. Да, вот всякие приправы рядом с плитой. Масло. Сама раковина. Очень удобно. Тут, кстати, есть сеточка, в которой сохраняется еда. Ее потом можно выкинуть. Холодильник. Это все я покупала. Все магнитики очень классные, мягкие. Ну, не все. Вот. Морозилка. Обычные там продукты. Мне интересно. Ну и холодильник. Все как всегда, как у всех. Яйца, молоко, которое я не люблю. Еще необходимое. Дальше идет духовка. Микроволновка. Ниже. Ахахах. И еще ниже какая-то полочка, на которой лежат помидоры. Которые я тоже не люблю. Да. Какая-то штука. Полина, рис. Ну и тапочки-тапы. Я хожу у них по дому, потому что на улице пока что мне ходить в них. Очень жалко. Да. Тут дальше идет вот такая вот дверь. Дверь. Свет и вытяжка отделения. Здесь у нас ванная. Да. Душ, то есть. Не ванная. Здесь душ, в котором тоже, как всегда, все есть. Шампунь, щетки, пасты. Сортир, полотенце, не мое. Что-то там еще. Окошко. Как оно называется? Фен. Фен, бумага, все. Все. Все по-худей. Большое очень зеркало, которое мне нравится. По утрам умываешься, смотришь на себя. И оно, кстати, выдвигается. И здесь вот такая вот, как она называется? Утвы. Или я не знаю. Какие-то корейские штуки, которые помогают отмывать плесень. Краски. Кстати, очень много красок. В другой полочке тоже очень много красок. Вот где-то здесь, да, я собираюсь покраситься. Наверное, я пока что не решила. А вот линзы, крема, солнцезащитные. Там все для линз. И я. Вот там остановилась машинка. Пойдемте в следующую комнату. Закрываем. И выключаем. Да, вот так вот выглядит отсюда. Небольшая такая комнатка. Здесь есть еще одна комнатка. Заходим в нее, включаем свет. И здесь идут сразу две кровати. Это моя кровать. Здесь, как вы уже поняли, да, фонтаны, экзо и шайни. Все при мне. Так. Здесь кровать мамы. Идем с этой стороны. Здесь у нас, как заходишь, с правой стороны сразу идет гардеробная. Такая она неудобная, потому что пыль, когда садится, очень трудно потом все это убирать. Вот в кровати тумба стоит. А всякая там приблуда тоже. Косметика, лаки и какие-то таблетки. Это не мое. Вот отсюда уже мое. Вот так вот. У меня вот здесь небольшая коллекция машинок. И бетитулан фигурки. И аренчик, конечно же. Да, вот так вот выглядит это сбоку. Все мои плакаты. И официальный слоган. Вот. А еще фоточки, которые вечно задираются, когда я заправляю кровать. Ох, отцепилась. Пардон. Окей. Да, еще люблю такие вот штучки, которые висят у меня в комнате. Они везде есть. Даже Саска. Саска из Наруто. Эрджей. Коля, которые грязные, потому что я с ним ходила на работу. А там очень, 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 как сказать, у меня. А тут на кровати, кстати, у меня немного вещей, которые мне подруга говорила. Что мне удобно тут спать или неудобно. Мне очень удобно, потому что кровать довольно широкая. Поэтому, да. Всегда со мной мой мышонок спит. Он такой мягкий, поэтому я его иногда использую вместо подушки. Да, просто на подушку ложу, потому что подушка довольно таки худая. И поэтому мне не очень удобно. А еще над головой у меня есть тут такой календарь. С такими красавцами. И каждый месяц фотка новая. Да. А там они были по одному. Это был 2019. Наволочка, подушка с Луфи. Фотка мне очень нравится. Это гирька, ноутбук. Вот все мои плакаты, которые висят на стенке. Еще есть очень много, которые лежат у меня. Где-то лежат. Плакат это Шайни. Из клипа Эвобадди. Который снимался очень давно. В 2013 году еще. Четыре плакатика с Экзо. Очень классные, мне нравятся. Рыжка. Здесь нет Лея. И здесь нет Лея. И здесь тоже. Дальше идет большой тряпочный плакат с арэмом. Такой вот, с другой стороны белый. Это все принт, напечатано. Мне очень нравится качество. Я его купила, когда ходила на мустер. Мустер, в который я не попала, да. Недавно купила официальный слоган. Лент сцены. Под этим висит такая лента. С фоточками. Которые очень дороги. Под ней еще две фоточки. Которые мне очень нравятся. Эта фоточка у Бонтанова была в твиттере. Но главное, она стояла очень долго. Еще очень главные классные фотки. Это они семеро. Потом идет билборд. Первый их билборд в 2017 году. Второй билборд в 2018 году. К сожалению, следующего билборда в 2019 у меня нет. Нужно купить, я очень хочу. Скоро приобрету. 2020 карантин, да. Так, дальше. Здесь у нас, как сказать, сушится белье. Да. Стиральная машинка стоит. Всякие прибамбасы для стирки. Да, кстати, она все на корейском. Если вам интересно, как выглядит машинка на 6 килограмм. Здесь есть еще булья, которая греет воду. И поэтому вода горячая в доме всегда есть. И здесь висят вещи. И стоит мой, как он называется, спортивный мячик. Да. Здесь есть еще вид из окна. Господи. И вид из окна, который вот такой вот. Ой, на улице дождик идет. Да он красивый вид. Здесь стоит вот такая штука, которая защищает от солнца. Так. Вот, аня у нас. Вот все, что я хотела вам показать сегодня. Это было простой светильник, который очень классный. Он был не очень дорогой. Сейчас выключите свет. Покажу вам, как горит в темноте. Примерно так он горит. Но он меняет цвет. Может быть светлым. А еще яркость. Мне офигенски нравится. Потому что, когда темно, можно снимать видео, фоткаться. И не будет так темно. Ну что ж, пора обращаться. Я показала вам свой дом. Все, что хотела. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Надеюсь, они будут выходить довольно часто. Но часто, возможно, не будут выходить. Потому что я работаю. Тяжко работать. Когда ты взрослый, очень тяжко. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. А еще мне нравится мой хвост, который я сделаю. И волосы мне совсем не мешают.